Всем привет и спасибо, что вернулись в криптовселенную. Сегодня мы с вами поговорим о рынке альткоинов, а также побеседуем на этот счет. Если вам, ребят, нравится такой контент, обязательно поставьте лайк под видео, подпишитесь на канал и оставьте в секции комментариев ваш бесценный комментарий. Для себя я сделал небольшую заметку для того, чтобы, по крайней мере, признать, что как только Total 3 образует восходящую вершину, мы скажем, что всегда знали, что такой день настанет. При этом общая позиция заключалась в том, что очень долгое время рынок альткоинов не делал ничего, кроме как формирование нисходящих вершин. И вы видите сами, что здесь одна нисходящая вершина за другой. А сейчас я хочу быть открытым и честным. Это не что иное, как восходящая вершина. Это нельзя отрицать и нельзя сбрасывать со счетов. И без каких-либо сомнений мы принимаем данный факт как ничто иное, как первая восходящая вершина, которая образовалась на рынке альткоинов буквально с ноября 2021. И, по крайней мере, это является вехой для рынка альткоинов. И многие задаются вопросом, а что это все-таки значит? Что ж, мои аргументы здесь остаются неизменными по крайней мере два года. За последние два года моими аргументами были то, что вхождение в крипто должно ограничиться только биткоином, так? В большей степени ограничено биткоином. И причина этого, а также аргумент, который был и остается, заключается в том, что доминация биткоина продолжает расти. Если вы верите в то, что доминация растет, что, опять же, не обязательно должно быть истиной, но было истиной в последнее время. И если вы верите, что доминация биткоина растет, то общий аргумент, который был за последние два с половиной года, в том, что альткоины будут продолжать истекать кровью в отношении к биткоину. И мы это видели, верно? Мы это видели каждый раз и снова и снова, с учетом того, что доминация биткоина продолжала устанавливать восходящие верха и восходящие низы. Так что, пока Total 3 буквально недавно сформировал свой первый восходящий верх, стоит заметить, что биткоин сформировал восходящий верх аж вот здесь. Так? Очень давно. Аж в январе. В тот январь, когда биткоин сформировал свой первый восходящий верх. И для того, чтобы сделать то же самое, Total 3 потребовалось практически целый год. И одна из вещей, о которой мы говорили много раз, заключается в том, что если биткоин... По сути, то, что происходило в самых разных частях рыночного цикла, биткоин возглавляет бычий рынок. Так? Если биткоин соберется двигаться выше, если криптовалютные активы, как целый класс, пойдет выше, то биткоин возглавит бычий рынок. А если биткоин возглавляет бычий рынок, то его доминация растет. И если доминация биткоина растет, то альткоины начинают истекать в отношении к битку. Таков аргумент. Но если же нет, на пути к историческим максимумам, то биткоин защитит вас, минимизируя ваши риски падения. Так? Он дает вам возможность в крипто пойти вверх, в то время минимизируя риски спуститься вниз в рынке альткоинов. Конечно, недавно альта взлетела довольно неплохо. Вы можете видеть, как многие из них ушли значительно вверх относительно своих низов. Polkadot сейчас стоит около 6 долларов, Lynx около 15 долларов, Avalanche почти около 21 доллара, и т.д. и т.п. Matix 90 центов, XRP 64 цента, ADA около 37 центов, и так далее и тому подобное. Очень многие ведут себя позитивно. И многие из них, как вы видите, фактически преломили свой тренд, в котором они находились до этого. Это факт. Верно? Это факт. Так что, по крайней мере, я это хочу признать. Далее, что это значит с точки зрения инвестирования, то прежде всего хочу снова вам сказать, то, что правильно для вас, не обязательно правильно для кого-то еще. Так что, если вы хотите взять на себя риски рынка альткоинов, это правильно для вас, но это не обязательно значит, что правильно для кого-то еще. Или если кто-то другой не хочет на себя брать такие риски, то это также не значит, что кто-то другой тоже не должен. Ведь всегда и для каждого есть разные уровни терпимости к рискам. Но давайте вернемся к тому, к чему я постоянно возвращаюсь, где я должен себя спросить. По доминации биткоина. Нарушена ли структура? Нарушена ли? И несмотря на факт того, что Total 3, несмотря на факт того, что Total 3, вот это Total 3, несмотря на этот факт того, что Total 3, рынок альткоинов образовал восходящую вершину, что вы по факту увидите, что доминация биткоина не нарушила свой тренд. Так? По крайней мере, еще не нарушила. Опять же, если вы знакомы с нашим каналом, вы знаете, что аргумент, который я давно использую, смотря в долгосрок, то, что доминация биткоина будет стремиться расти. И вы видите здесь, что у нас, конечно, были низы, верха, потом восходящий верха, восходящий низ, восходящий верх, еще один восходящий низ, восходящий верх и так далее. Один и тот же паттерн продолжает повторяться. Серия восходящих низов и восходящих верхов в доминации биткоина, включая стейблкоины, которые реально задвигались в сентябре 2022-го. Но если их убрать, то данный тренд формируется с мая 2021-го. Серия восходящих верхов и восходящих низов для доминации биткоина. И здесь нет утверждения того, что альткоины в паре к доллару США никогда не начнут расти. Мы знаем, что они могут. У них было достаточно великолепных ралли за последние два с половиной года. Просто речь о том, что многие из них истекали в паре к биткоину. И пока доминация биткоина не поменяет этот тренд, то нет ясного и очевидного ответа, что они закончили истекать кровью. И я думаю, что это сложная часть. Ведь все в конечном итоге хотят знать, где достигнут альткоинов в паре к биткоину дна, где доминация биткоина достигнет вершины. Я даже не могу вам сказать, как много людей буквально в каждой вершине доминации биткоина говорят, что это и есть пик. И если промотать вперед несколько месяцев, то будет видно, что доминация продолжила забег вверх. И дело в том, что каждый раз, когда мы видим растущий биткоин, когда в паре к доллару его цена растет, то и доминация растет. Так, в общем, по сути, все эти ралли доминации биткоина, которые мы видели, связаны с ростом пары биткоина к доллару США. Так что, если биткоин возглавит бычий рынок, если мы допустим, что есть два сценария, биткоин возглавляет бычий рынок, его доминация растет. Если образуется риск падения, альткоины начнут падать в паре к доллару, но биткоин вам по-прежнему оставит возможность роста. С точки зрения деривативных показателей по биткоину, на которые часто мы обращаем внимание, это Total 3 минус USDT, и это вот здесь. И на этом графике, точнее, этот график может помочь людям определить риск в рынке альткоинов. Риск рынка альткоинов этот график вам поможет определить. И сейчас мы находимся на уровне 45%. Если говорить о полосе поддержки бычьего рынка, то она находится на отметке 45-46%. Так что риск пар альткоинов к биткоину заключается в том, что они падают вот так. Вот этот риск для пар альткоинов к биткоину. Он заключается в том, что хоть они и могут расти в паре к доллару, если биткоин растет, они могут не успевать за скоростью роста биткоина, если он растет очень быстро. С другой стороны, если биткоин начинает падать, то, вероятно, альткоины будут падать и в паре к доллару. И если мы посмотрим на этот график, то, что происходило в прошлом цикле, то увидим, что первый тест данной зоны на уровне около 45% привел к отскоку. И на втором тесте у нас также образовался отскок. Так, аналогично было и здесь. У нас было несколько отскоков от одного и того же уровня. Примерно около 40%. Плюс-минус пара процентов. И, на мой взгляд, то, на что мы должны обращать внимание, что происходит в парах альткоинов к биткоину, вот здесь. То есть, что происходит в следующий месяц? Ведь, как вы здесь видите, после второго отскока мы не преодолели поддержку полосы бычьего рынка. Так что, отскочим ли мы от нее снова? В этом и заключается основной вопрос. Ведь, несмотря на факт того, что в недавнее время альткоины показали значительное ралли, мы все еще не преодолели над полосой поддержки бычьего рынка. Помните, вот этот обвал соответствует ралли у биткоина. Для того, чтобы оторвать альткоины от уровня поддержки биткоина, потребовалось ралли самого биткоина. Вот что тогда стало необходимым. Не знаю, что будет в этот раз, но это то, что было тогда. По факту, это было ралли биткоина, которое смогло оторвать альткоины от уровня поддержки биткоина. Так что все еще остается шанс, что произойдет что-то похожее. Значит ли это, что вы не должны инвестировать в альткоины, или должны решать вам? Это ваше решение. На протяжении долгого аргумента, моими аргументами оставалось то, что я говорил последние два года. Альткоины могут уйти ниже в год, предшествующий халвингу. Даже если биткоин не идет ниже. И так и произошло. Многие альткоины пошли вниз. Другим аргументом было то, что если экономика замедлится, то альткоинам достанется больше всего. И остается шанс, что так и будет. Ведь очевидно, что рынок не замедлился достаточно сильно, чтобы в рынке материализовались какие-то серьезные угрозы. И этого может и не произойти. Если это произойдет, это может быть в следующем месяце, может в следующей неделе, а может и через три или через девять месяцев. Никто не знает. Никто. Но речь идет о том, какой уровень терпимости к рискам вы готовы на себя взять. Так? И если я смотрю на ситуацию, когда я на это смотрю, мои предположения, мои базовые допущения, в том, чтобы придерживаться тренда, пока не будет доказательств обратного. Придерживаться тренда, пока он сохраняется. В большинстве случаев, людям лучше придерживаться тренда, пока не будет доказано обратное, а затем вы просто переходите на другую сторону. И вот почему, пока доминация, пока доминация биткоина пробивается через этот тренд, я придерживаюсь мнения, что тренд продолжает расти. Пока тренд не сломается. Вот моя позиция. И под фразой «собираюсь придерживаться», пока неизвестно, правильный ли это допуск или нет. Я продолжаю допускать, что парам для биткоина будет тяжело. В любой конкретный момент они могут отскочить. Но это по-прежнему остается серией восходящих верхов и восходящих низов. И в декабре, обычно в декабре мы много раз видели рост доминации биткоина. Так что я по-прежнему присматриваюсь к биткоину. Если мы посмотрим пару к доллару и предположим, что она продолжит пробиваться вверх, если все это продолжит происходить, то как доминация не пойдет вместе с этим? Ведь буквально каждый раз, когда биткоин выбивается вверх, доминация идет за ним. Если здесь выйдет очередное взрывное движение, то и доминация пойдет вверх. А если биткоин пойдет вниз, скажем, опустится вниз к полосе поддержки, бычьего рынка, то парам альткоинов к доллару достанется. Таким образом, назначение данного видео, изначально идея данного видео, заключается в том, чтобы сказать Total 3 показал восходящий верх. Есть шанс того, что тренд нарушен. Есть шанс. Ну, то есть тренд сломался. Но есть шанс того, что изменились и условия рынка. Но я по-прежнему думаю, конечно, еще предстоит увидеть, что доминация биткоина прекратит формировать восходящий верха и низы. Если мы вернемся в предыдущий цикл, где у нас было хорошее ралли, то будет интересно заметить, что в этот раз все немножко по-другому. Данное ралли вот здесь, которое у нас было, не пошло выше вершин 2019. Так что вот это ралли, которое образовалось сегодня, уже преодолело вершины 2023. Это очень ясно видно. Но что также интересно, если взглянуть сюда, когда мы не преодолели вершины 2019, мы преодолели вершину третьего квартала, буквально перед коллапсом. Также интересно, что данное движение, каким бы ни было впечатляющим, по-прежнему не преодолело вершину третьего квартала 2021, что на несколько десятков миллиардов больше ситуации сегодня. Еще раз, в общем-то, повторюсь, что этот верх преодолел вершину третьего квартала 2021, так, этот памп. Но он не преодолел верх 2019. Так что вы можете сказать, что он преодолел эту вершину, но не эту. Но вот в этом случае была преодолена вот эта вершина, но вот эта вершина пока преодолена не была. Так что этот пример того, что у нас образуется восходящий верх, оставаясь истекать. Но никто не отрицает, что имеет место аналогичная рыночная структура. Мы пошли вверх, затем спали, а затем ушли в ралли. Ну, другими словами, мы поднимались, спустились и в забег. Вот такая ситуация. Я лишь хотел с вами быть как можно более открытым и честным, не пытаясь ничего утаить или спрятать. Я лишь хочу сказать, «Хей, ребят, это восходящий верх. Это восходящий верх альткоина рынка в паре к доллару». Нет никакого отрицания в том, что это восходящий верх. Ребята, вы это сами видите и задаете вопросы. А я также, для того, чтобы оставаться честным, иду и разбираюсь в том, что происходит в парах к биткоину, и пытаюсь понять, переломилась ли ситуация в отношении к биткоину. И я не думаю, что есть очевидные доказательства того, что это произошло. Это не значит, что данный процесс не происходит. Но я и не думаю, что есть очевидная причина сказать, что это произошло. Ведь мы все еще под полосой поддержки бычьего рынка в отношении Total 3 минус USDT к биткоину. И если мы посмотрим на доминацию биткоина, она остается над своей полосой поддержки бычьего рынка. Так что мне всегда приходится возвращаться и говорить о том, где пара альткоинов к биткоину, что делает доминация биткоина. И доминация биткоина в настоящий момент выглядит так, как будто она продолжает свой аптренд. Да, я понял, что если у нас образуется нисходящий низ, то, очевидно, облака начнут сгущаться. Но я пока не вижу никаких убедительных оснований утверждать, что ситуация остановилась окончательно и бесповоротно. И, конечно же, будут миллионы людей, которые скажут, что доминация биткоина достигла вершины. Но ведь то же самое они говорили на протяжении двух с половиной лет. Да, в конце концов, они будут правы. И у альткоинов начнется праздник в отношении биткоина. Но я не убежден в том, что данная фаза уже началась. Нет, я не убежден. Я предполагаю, что может переубедить меня. И это будет несколько вещей. Я предполагаю, что нам нужна будет более мягкая денежно-кредитная политика, а также, я думаю, что, по крайней мере, нам нужно увидеть изменения тренда доминации. И это пока еще не произошло. Так что, с точки зрения скорректированной на риски доходности, портфель, содержащий в большей степени биткоин, крипто-портфель, в большей мере содержащий биткоин, будет выглядеть более привлекательным, так как он дает вам потенциальные преимущества в случае прорыва биткоина, а также минимизирует риски потерь. Тем не менее, я могу понять привлекательность рынка альткоинов, падающих и растущих на 20% в день. Это мне понятно, когда люди начинают испытывать ФОМО. Эта ситуация мне очень хорошо понятна. Я через это проходил. Но при этом мы все еще не увидели значительное изменение в парах к биткоину. Да, у некоторых произошло. Конечно, определенно, некоторые альткоины это сделали. То есть, естественно, не каждый альткоин к биткоину находится в даунтренде. Это лишь про совокупную ситуацию, коллективную. И если сюда добавить эфир и посмотреть на Total 2 минус USDT к биткоину, полоса находится в диапазоне 82-83%, а показатель всего лишь на 79-ти. Так что эфир остается более слабым. Это невозможно отрицать. Естественно, это не значит, что он не оправится, но он остается более слабым, чем большинство остальных альткоинов. И это одна из причин, почему доминация эфира сокращается. Да, у него было небольшое ралли, но по сути доминация эфира остается в даунтренде с июня 2023-го. И мы об этом неоднократно говорили. Мы сообщали, что доминация эфира скорее всего пробьется в направлении низа. И это ситуация на сегодня. Total 3 сейчас приближается к 420 миллиардам. Это восходящий верх. Следующая значительная веха, я думаю будет около 450 миллиардов. И если биткоин поднимется очень быстро, то может отправить альткоины вниз под уровень поддержки биткоина. Если же он остановится и ничего не будет происходить, то конечно же альткоины могут уйти в ралли. Вот такой апдейт по рынку альткоинов. Если вам нравится такой контент, обязательно подпишитесь и поставьте под видео лайк. И конечно напишите ваш очень важный комментарий. До встречи и всем пока. Редактор субтитров А.Семкин